МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что информационным поводом к нашей программе стал юбилей. 15 лет, как вы, депутат Рязанской городской думы. И все эти 15 лет вы избираетесь в городскую думу неизменно с одним из самых высоких результатов по округу. Неизменно именно в вашем округе люди высказывают наибольшую поддержку действующему депутату. Что за эти 15 лет считаете главным своим достижением? Ну, прежде всего, конечно же, я всегда шла на выборы с одним и тем же девизом. С людьми и для людей. И, наверное, самое главное, что удалось сделать за эти 15 лет, сплотить вот этих людей, которые живут в данном округе. Это районы Недостоево, микрорайон. Это поселок Недостоево, это поселок Семчино и микрорайон Конещево. Ну, границы округа, конечно, менялись. У нас был и поселок Конещево. Но я считаю, что самое главное, независимо, на какой территории депутат работает, основная его задача – сплотить и объединить вокруг себя людей, причем людей разных слоев населения, людей разной возрастной категории, как людей среднего возраста, пожилых, но, естественно, вовлекать свои ряды молодежи. Я считаю, что мне и моей команде за эти 15 лет удалось это сделать. Потому что ведь люди в любом возрасте нуждаются в определенной поддержке, помощи, опеке. И очень приятно, что когда выходишь с какой-то инициативой, они всегда откликаются. Потому что вот ни я сама, ни мои помощники, ни городская администрация в части уже исполнительной власти не могут все сделать от начала до конца. Потому что если будет позыв и потенциал от людей, если у них будет огромное желание, значит, получится все. Я хотел спросить, конец 90-х, начало нулевых годов, когда вы стали депутатом Рязанской городской думы, микрорайон Недостоево все-таки, наверное, считался одним из самых депрессивных микрорайонов Рязани по, скажем так, комфорту, уровню жизни в нем. Сейчас, и это не только мое мнение, позиции микрорайона в этом плане изменились. Появилось и большое количество объектов, скажем так, соцкультбыта, появилась инфраструктура. Вот как этого всего удалось добиться? Ну, прежде всего, наверное, удалось сделать самое главное – обратить городские власти внимание на этот удаленный район города. Потому что вот если Конищево еще район помоложе, и как бы он был более комфортный, более благоустроенный, то, конечно, Недостоево – это был какой-то просто остров невезения, я его так называю, до которого, наверное, не доходила рука и глаз чиновников, и действительно все было очень-очень плохо. Не было освещения, не было дорог, в общем-таки не было дворов, можно сказать, что не было ничего. В поселках не было даже вообще воды, как ни странно, не было воды. Вот даже обыкновенных самых колонок не было. Ну и, конечно же, не было дорог, и пришлось за это, за все взяться. Вот, прежде всего, заставить наши городские власти приехать туда, посмотреть, оценить и начать планово работать. И я думаю, что, конечно, опять усилиями, ну, меня как депутата, городской администрации, самих жителей, которые создали территориально-общественное самоуправление Недостоево, вот, удалось все-таки решить очень-очень многие проблемы. Это и освещение, это ремонт и центральных территорий наших дорог, это и дворовые территории, это установить и детские площадки, это и обустроить детские сады, это и отремонтировать и привести, ну, в должное состояние, я считаю, школу номер 70 в данном районе. Галина Владимировна, вот вы всякий раз подчеркиваете роль людей и связи депутата и людей, депутаты и люди неразделимы, а вот вообще, как часто депутат, что называется, работает в поле? Как часто вы проводите приемы? Насколько просто человеку, что называется, в вашем округе достучаться до депутата? Ну, наверное, очень-очень просто, потому что есть приемные, которые работают у нас в Канищево и в Недостоево, есть у меня большое количество помощников, которые также ведут приемы, ну и многие жители лично знают мой телефон, как рабочий, так и мой сотовый. Ну, да, я помню, однажды в Думе, требуя от городских чиновников, назначаемых их номер телефона, подчеркнули, что вот мне люди звонят в любое время дня и ночи, на самом деле так. Да, это на самом деле так, даже бывает, вот отключают им Недостоево там на короткий промежуток времени свет, звонят там, ну, не было, например, 30-40 минут. Они звонят не в дежурную службу города, они звонят мне, как депутат, спрашивают, когда включат свет. Ну, вообще, депутат это, городской депутат, это все-таки, вот по себе могу сказать, объект для критики номер один для населения. Неважно, в твоей компетенции вопрос, не в твоей, есть у тебя полномочия для решения этого вопроса или нет, люди обращаются в первую очередь к городскому депутату. И обидно вообще, бывает, ну, незаслуженную критику в свой адрес получать, часто приходится? Ну, критику получаю всегда, ее как-то через себя пропускаю, но нужно просто понять, что все 15 лет я работаю депутатом не на постоянной основе. И все-таки я вот очень большое время являюсь председателем бюджетного комитета, на что как бы тоже уходит очень много времени. Но также являюсь и руководителем крупнейшего холдинга города Рязани. И нужно понимать, что у меня все-таки работы достаточно много. Ну, и когда вот, например, бывают такие звонки, срочно приезжайте, срочно все бросайте, а у меня или идет совещание какое-то провожу, или там встреча с какими-то подрядчиками, или что-то еще вот действительно очень важное по работе, или заседание в Думе идет, или провожу комитет. Ну, как я могу поехать? Как я могу все бросить и поехать? Естественно, работа, она ведется планово, как у всех руководителей, как у всех депутатов. Есть приемные, есть соответствующий у нас режим работы с нашими гражданами. Потому что ведь, чтобы мне решить вопрос, мне нужно обязательно сделать запрос. Поэтому мы привыкли работать так. Есть проблема? Приходите, звоните, неважно как, но принесите, пожалуйста, обращение к депутату. Потому что мы тоже их фиксируем, мы также отчитываемся, вы прекрасно об этом, Евгений, знаете, по себе. Поэтому здесь бы хотелось бы цивилизации. Есть вопрос, есть запрос, есть ответ. Галина Владимировна, 15 лет депутатской работы позади, как минимум еще 3 года впереди. Вот какие планы на эти годы, на чем намеренно сосредоточиться в первую очередь? Ну, прежде всего, хочу сказать, что вот как-то проблему с детскими садами мы решили. В настоящее время, да, то есть провели там открытие дополнительных групп, где возможно, где возможно, там реконструкции провели. В общем-таки, я считаю, что такой положительной динамикой мы в этом добились. Сейчас возникает огромная проблема все-таки с детьми, которые выходят из детского сада и идут в школу. И у нас вот, например, что по 70-й школе, что 58-я школа, я думаю, других как бы школ коснется эта проблема. Не только нашего, там, допустим, даже областного округа, а и всего города Рязани. Что фактически в школах уже не хватает мест для того, чтобы дети, во-первых, учились все в первую смену, мы знаем об этом. А во-вторых, чтобы этих первоклассников принять. Потому что в школах уже по 5-6 классов. И наполняемость классов 30-35 человек. И здесь, конечно, обязательно нужно изыскивать в школах помещения. Нужно срочно находить деньги на капитальный ремонт, чтобы мы могли все-таки в зоне шаговой доступности по месту прописки детей принимать в эти школы. Но и также очень хочется, чтобы все-таки в ближайшее время, а я надеюсь, что это все-таки решат у нас на федеральном уровне наши коллеги депутаты и наше правительство, что такая программа по школам, по их реконструкции, тоже нужна будет уже в ближайшее время. Как и по детским садам. Я думаю, что если бы это с 2016 года у нас началось, то мы бы многие проблемы закрыли. Необходимо продолжать дальше обязательно программу капитального ремонта жилого фонда. Мы знаем, все-таки она остается актуальна. Но здесь, конечно же, обязательно должен быть контроль со стороны жителей. То есть мы в своем совете территории номер 15 уже об этом очень много говорили. И я думаю, что во всех округах нашего города нужно создавать вот эти рабочие группы, которые могут туда входить и какие-то узкие специалисты, чтобы обязательно, когда проходил этот ремонт, люди принимали участие в приемках. То же самое касается и ремонта дворовых территорий. Активность самих жителей. Тогда, конечно, у нас ситуация будет меняться. Ну и не могу, наверное, не сказать об объектах социально-культурной сферы, которые как бы тоже бы очень хотелось в округе за этот период времени хотя бы сдвинуть с мертвой точки, потому что вот очень много сейчас говорится о школе искусств в Недостоево. Сейчас уже работая вот буквально последних, наверное, активно два года с администрации города Рязани, у нас получается очень хороший проект школы искусств. Ему можно назвать, что это будет какой-то досуговый культурный центр микрорайона. То есть там будет возможность не только для школы искусств. Во-первых, мы количество детей там гораздо увеличим. Сейчас у нас где-то порядка 300 человек занимается, но можно будет гораздо больше детей туда уже сорганизовать для занятий, чтобы там были и кружки всевозможные, чтобы были там секции. И там даже планируется сделать кинотеатр. Но сейчас, сейчас проект находится на экспертизе. После того, как мы пройдем экспертизу, мы обязательно сделаем смету. И после сметы только тогда будет определен порядок цифр. Конечно же, хотелось бы, чтобы это началось в 2016 году. Будем прикладывать все возможные усилия. Но опять покажет время, опять покажут наши финансы, потому что мы знаем, как сейчас развивается экономика, как работают предприятия, что у нас с предпринимательством. Но в этой связи нужно просто дождаться терпения. И я думаю, что все равно этот проект будет запущен. Потому что Андрей Анатольевич Кашаев, глава муниципального образования, также очень заинтересован, чтобы этот объект у нас получился. Но и, естественно, можно говорить о множестве других разных мероприятий, которые будем проводить за это время. Самое главное, хочется, чтобы вот то объединение народа, которое у нас существует, распространилось вообще на весь московский округ. У меня вот одна единственная мечта в жизни, чтобы мы с вами, городские депутаты, были объединены под каким-то депутатом областной думы. Чтобы у нас не было никакой розни. Чтобы мы консолидированно голосовали и поддерживали друг друга по всем вопросам. Куда направить денежки, в какой наш округ с вами, на детские площадки, куда на дороги. И тогда у нас будет больше порядка в этом деле. Вот единственная мечта, чтобы мы с вами объединились, до конца срока работали активно на благо нашего города, на благо наших людей. Ну и, наверное, имели только справедливую критику наших людей в наш адрес. Спасибо. Депутат Зазин к объединению готов. Спасибо, Евгений. Это была Галина Трушина, председатель бюджетного комитета Рязанской городской думы. Один из самых авторитетных городских депутатов в эти дни. Исполнилось 15 лет ее депутатской деятельности. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин